Чтобы нанести покрытие Ультра Эвердрай правильно, следуйте данные инструкции. Для этого вам понадобится Респиратор Защитные очки Перчатки Подготовьте поверхность, на которую вы будете распылять покрытие. Очистите поверхность как следует. Удалите пыль, жир, куски ржавчины и другую грязь, которая может помешать равномерному нанесению покрытия. Гладкую поверхность можно отшлифовать для улучшения адгезии поверхности. Вытащите фильтр из сопла и вставьте емкость с покрытием, а затем отрегулируйте давление распылителя. Покрытие должно наноситься тонким слоем на поверхность. Нанесение покрытия происходит в два этапа. Для нанесения первого слоя вам понадобится воздушный компрессор, распылитель и две банки покрытия. Хорошо встряхните содержимое и вылейте его в емкость распылителя. И после, несколько раз, тонкими слоями нанесите Ультра Эвердрай на поверхность. Для лучшего результата распыляйте Ультра Эвердрай на оптимальном расстоянии от поверхности. Дайте высохнуть 15-20 минут. Чтобы ускорить процесс сушки, можно использовать фен или струйную воздушную сушилку на низкой скорости. Наносим второй слой так же, как и первый, следуя инструкциям. Рекомендуется использовать отдельный распылитель для второго слоя, если это возможно. Когда второй слой высохнет, поверхность станет туманного цвета. Используйте струйную воздушную сушилку или фен на небольшой скорости, чтобы поверхность высохла быстрее. В течение 30 минут после нанесения второго слоя поверхность становится суперводоотталкивающей. Для наилучшего результата оставьте покрытую поверхность еще на 2 часа для высыхания. Когда вы все закончите, промойте все инструменты и оборудование ксилолом. Не используйте порошки, мыло, растворители и воду под высоким давлением в качестве очищения поверхности. Это уменьшит свойства покрытия. Старайтесь меньше трогать руками покрытую поверхность, чтобы не вызвать снижение качества и стирания покрытия. Ультра Эвер Драй обладает водо- и маслоотталкивающим свойствами. Он отталкивает воду, масло и другие жидкости. В результате поверхность остается совершенно сухой.